В Харькове премьер-министр Арсений Яценюк снова повторяет Киев за широкую децентрализацию, согласен ликвидировать областные администрации и передать финансовые полномочия в районные советы. Однако конструктивного разговора, как и в ситуации с первым общенациональным круглым столом, не получилось. Возможно, потому что представителей Донецка здесь не было, а представителей Луганска, среди которых был и официально избранный руководитель областного совета, слово в слово повторили требования боевиков. Сегодня уже децентрализация власти не сможет решить вопрос и успокоить людей. Необходимо, на мой взгляд, решительно, понятно и четко объявить о том, что Украина должна быть федеративным государством. Или хотя бы этот статус должны получить Луганская и Донецкая области. Но луганчане заверили, что те, кто сейчас с оружием в руках выступают против украинских войск, готовы договариваться. Пусть только Нацгвардия и МВД сложат оружие. Ответ на подобные требования был однозначен. С боевиками переговоров не ведет ни одна страна мира. А особенно, когда во внутренние дела вмешивается сосед. У нас захопили нашу территорию. У нас вкрали Крим. Цей Крим належал луганчанам. Чи не належал вам? Донеччанам. Чи це не ваш був Крим? Львівянам? Киянам? Це наше море. Це наша Ялта. Це не Ялта Путіна. А зараз у вас, в Луганську і в Донецьку, озброєні терористи, які фінансуються, в тому числі і росіянами, і тими, які втекли з України, хочуть вкрасти вашу територію. Участникам мероприятия все ж удалось решить судьбу меморандума «Мира і Согласія». Он призывает отказаться от радикальных действий, провести реформы судебной и правоохранительной системы, а так же децентрализацию власти, закрепить государственный статус русского языка, решить вопрос амнистии участников массовых акций протеста, кроме тех, кто причастен к особо тяжким преступлениям. Обозначено і проведення конституціонной реформы. Первая версія основного закона України буде готова уже на этой неделе. Я очікував, що це буде більше схоже на фарс, а дійсно були спроби, причому діючих політиків, знайти спільну мову. Можливо, не всі були почуті, деякі були деструктивними, але однозначно конструктивні речі були. Среді тих, хто пожелав слушати конкретні предложення, оказались представители так называемого антимайдана. Чуть більше сотні представителей Юго-Востока скандировали уже традиційні лозунги за кордоном із правоохранителем в теченні всього мероприятия. Фашисты! 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 А уже на следующий день координатор Юго-Востока Юрий Апухтин, который, несмотря на приглашение, отказался от участия в круглом столе, призвал игнорировать президентские выборы и проводить референдум по подобию Донбасса. Оксана Нечипаренко, Антон Калита, Агентство телевидения Новости.